Приветствую вас, друзья! В начале 2023 года Украина получила первую партию американских управляемых авиационных бомб Дждам и Эр. Под их использование были модернизированы истребители МиГ-29 и Су-27. С того момента удары этими бомбами стали систематическими. Они используются для уничтожения командных пунктов, мест скопления живой силы и техники противника. Вот, например, командно-наблюдательный пункт врага на левом берегу Ферсонской области. Он был обнаружен с помощью разведывательного беспилотника, после чего в небо поднялся украинский истребитель с управляемыми бомбами Дждам и Эр. С помощью двух таких бомб КСП врага был уничтожен. Это видео уничтожение уже другого командного пункта противника. Дждам и Эр это сокращение от Joint Direct Attack Munition Extended Range, что переводится как совместный боеприпас прямой атаки увеличенной дальности. Это комплект оборудования, который производит американская компания Boeing. Он позволяет превращать свободнопадающие неуправляемые бомбы в высокоточное оружие с GPS-наведением. При сбрасывании с высоты 12 километров бомба с комплектом Дждам и Эр может пролететь до 80 километров по оптимальной для атаки траектории и поразить цель с отклонением в несколько метров. Стоит такой комплект всего 24 тысячи долларов. Для сравнения, ракета Джамиль Рес для Хаймарс при такой же дальности стоит примерно 150 тысяч долларов, что в шесть раз дороже. Комплект Дждам состоит из хвостового блока с оперением и небольших крыльев, расположенных в средней части бомбы. Все это в течение нескольких минут простыми болтами крепится к бомбам Mark II, GBU38, GBU31 весом от 230 до 910 килограммов. Внутри хвостового блока находится инерциальная система наведения, GPS-приемник повышенной точности и цифровая система управления. Перед сбросом бомбы пилот вводит в компьютер комплекта Дждам координаты цели. После отделения от пилона, благодаря подъемной силе крыльев, бомба планирует в сторону цели. Самолет, который несет несколько бомб Дждам, может сбросить их все одновременно. При этом каждая бомба полетит к своей цели. Модификация L-Дждам дополняется лазерной головкой самонаведения в передней части бомбы. Благодаря этому бомба может поражать в том числе и активно маневрирующие цели. Комплект планирования выпускается в США с 1997 года. Всего было изготовлено примерно 250 тысяч таких комплектов, 200 тысяч из которых на данный момент находятся на складах. Дждам это относительно недорогое, но при этом высокоточное оружие, в очередной раз доказавшее свою эффективность. Оно однозначно будет входить в номенклатуру боеприпасов, поставляемых к истребителям F-16, которые появятся на вооружении Украины уже этим летом.